Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы приступаем к исследованию таких сложных мест по Евангелию от Луки. И сегодня на основании двух текстов, это Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих, Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих, мы рассмотрим такой вопрос. Кому было прежде предсказано о рождении Христа? Деве Марии или обручнику Иосифу? Действительно, когда мы читаем Евангелие от Матфея, то там 1 глава, 20 стих, говорится, что именно Иосифу было предсказано вот это событие. И как бы опускается информация о том, была ли Дева Мария предупреждена о том, что должно произойти. И в отличие от Матфея, Лука, напротив, показывает, что Дева Мария, виновница нашего спасения, она первая получила откровение о том, что именно через нее в этот мир родится Христос Спаситель. Таким образом, Иосиф становится вторым, ведь он был обрученный жених Девы Марии. И он становится вторым, потому что он должен был узнать, от кого беременна его нареченная невеста, если ни в какие отношения с ней он не вступал. Поэтому Матфей, который начинает свое Евангелие с родословия Иосифа, именно Иосифа, он как бы смотрит на эти события глазами Иосифа и рассказывает о явлении Ангела этому человеку. А Лука, который смотрит на события более глазами Девы Марии, там часто повторяется фраза, что об известных событиях Дева Мария запоминала, слагая эти события в своем сердце. Эта фраза повторяется несколько раз. И он показывает это событие как бы с точки зрения Пресвятой Девы Марии, поэтому там более подробно рассказывается обо всем, что происходило. И таким образом противоречие, оно устраняется. Нечто подобное мы видим в случае с апостолом Петром и Корнилием Сотником, когда и первый, и второй получают видение, свидетельство с небес для того, чтобы между ними не возникло недоразумения. Это книга Деяний, 10 глава, 3 стих и с 9 по 16 стих. И ситуация между Савлом, будущим апостолом Павлом, и учеником Христа по имени Анания. Здесь и первому, и второму было видение для того, чтобы встреча между ними состоялась, и недоумения были бы рассеяны. Люди нуждаются в откровениях свыше. В Писании даже сказано, что из-за недостатка ведения народ погибает. И если бы Господь оставил бы нас без своих вразумлений, то мир бы давно погиб. Но Библия показывает, что Господь всеивает свой закон даже в язычников. Как пишет апостол Павел в послании к римлянам, язычники, не имея закона, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Тем более верующие они нуждаются в Господнем руководстве к действию. И таким Господним руководством к действию является само Божественное Откровение, которое реализует и раскрывает себя действием Духа Святаго как на страницах Священного Писания, так и в наставлениях Священного Предания. Таким образом, здесь нет противоречия, так как один евангелист как бы дополняет другого. И то, что не сказал первый Матфей, говорит третий евангелист Лука. Да, и евангелие от Иоанна, оно совсем не похоже на три синаптических евангелий от Матфея, Марка и Луки. Там даются темы, образы, примеры, описываются события, которые почти никак не упоминаются в других евангелиях. Правда, есть события, которые одинаково общие для всех евангелистов. Итак, сегодня мы лишний раз убедились в том, что Слово Божие живо и действенно, что оно есть истинно, и в нем нету ни тени, ни правды, и так называемые внешние противоречия, на самом деле они являются таковыми только до момента, пока мы не получаем комментарии, которые разрешают все наши какие-то недоумения. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах разных авторов, которые исследуют Слово Божие для вас, братья и сестры, и берегите себя в это сложное время. Спаси Господь!